Дом Мичурина 34. Я смотрю на карте, есть ли он. То есть нахожу его, да, он действительно есть. Ставлю галочку. Сверка адресов на карте и фактически по месту один из первых этапов подготовки к переписи. Регистратор Анжела Хабалова за месяц должна обойти 600 домов. Наличие указателей, название улиц, номера строений – все заносит в карту, чтобы переписчики не искали дома-призраки. Бывает такое, что дома строятся, какие-то сносятся, либо покидаются людьми. И это все я уточняю для дальнейшей работы. И все материалы в конце сдаю в статус констат. По республике таких регистраторов около тысячи человек. Всех обучили и выдали удостоверение. Некоторые интересуются, что мы тут делаем, и даже предлагают свою помощь. То есть в основном положительная реакция. Всероссийская перепись стартует в октябре 2020 года. На нее отвели целый месяц, ведь предыдущий опыт показал – данные 2010-го не дали полной картины. По данным в ЦИОМ, свыше 20% опрошенных участвовали в переписи со слов родных. Лишь 65% заявили, что были опрошены лично. 11% признались, их никто не опрашивал. Перепись 2020 года решили сделать более масштабной и предложили три метода сбора данных. Бумажный вариант у нас остается только на крайний случай. Вообще переписчики у нас предполагаются, что будут ходить с планшетами. То есть это значительно упрощает процедуру, увеличивает скорость прохождения переписи. Потом некоторые такие ошибки сразу исключаются. То есть это значительно облегчит нам работу. Еще один вариант – переписаться через интернет на сайте госуслуг. Там нужно будет подтвердить личность. Вопросы те же – возраст, образование, жилищные условия, занятость. Предстоящая перепись должна исключить ошибки прошлых лет. Многие помнят, как, например, в 2010-м в графе «Национальность» более 200 человек написали «Эльфы». Были и хоббиты, встречались русские евреи и якутские татары. Так что переписчики просят сознательно отнестись к заполнению данных, ведь их еще будет изучать наше будущее поколение. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.